День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Солидная прибавка. Депутаты Рязанской городской думы утвердили изменения в городском бюджете. Внимание, сброс! Природоохранная прокуратура предписала не загрязнять больше реку Прони. Четыре черненьких чумазеньких чертенка. Центр кинологической службы МВД по Рязанской области пополнился естественным способом. Авария на пресечении улиц Горького и Веденского устранена. Напомним, порыв водопровода в центре Рязани произошел по вине подрядчика, производившего здесь работы. Напором воды вымыло песчаную основу и асфальт просто обрушился. Движение по улице Горького было приостановлено, но уже сегодня, как сообщает пресс-служба мэрии, сотрудники водоканала завершили ремонтные работы и заполнили водовод. В 10.20 было восстановлено холодное водоснабжение улиц Горького, Веденская, Рогищева, Урицкого, Есенина, Вознесенская, Ленина, Маяковского, Фрунзе, 2-го полевого переулка. Подрядчик приступил к восстановлению благоустройства. На завтра запланировано асфальтирование участка. После дирекция благоустройства проведет уборку улицы. Девутаты Рязанской городской думы сегодня утвердили изменения в городском бюджете. Казна станет больше почти на 3,5 миллиарда рублей, 962 миллиона из которых потратят на ремонт дорог. Остальные цифры в следующем нашем материале. Вопрос увеличения городского бюджета в Рязанской городдуме был сегодня ключевым. Понятно, что расходных строчек в главном документе Рязани прибавилось. Понятно, что почти каждая из позиций бурно обсуждалась. Но в итоге изменения приняли единогласно. Проектом решения предлагается увеличение доходной и расходной частей бюджета на 3 миллиарда 445 миллионов рублей за счет дополнительных поступлений межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов. Одновременно расходы и размер дефицита бюджета города Рязани на 22-й год увеличивается на 5 миллионов рублей за счет бюджетного кредита из областного бюджета на подготовку к отопительному сезону. Детализацию всех расходов народным избранникам расписали вплоть до копейки. На возведение западного канализационного коллектора предусмотрено 300 миллионов. Почти столько же на строительство школы в ЖК Олимпийский. Детский сад и школа в Кальном в сумме забирают 333 миллиона рублей. Но это еще не рекорд. Самая важная позиция в расходной части – ремонт городских дорог. А вот это уже рекорд – почти 962 миллиона рублей. Я благодарю Павла Викторовича Малкова, нашего главу региона, за то, что он вник в вопросы города. И основным вопросом для города, конечно же, является ремонт дорог. Мы обещаем, как депутаты Рязанской городской думы, отследить все составляющие этого ремонта, контролировать. И уверены в том, что мы будем контролировать, и подрядчики выполнят работы в срок, установленный муниципальным контрактом. На благоустройство общественных территорий власти потратят 280 миллионов рублей, в том числе 130 миллионов, на благоустройство торгового городка. Отдельная строчка – строительство артезианских скважин и водопроводной сети в поселке Солоча. Здесь рассчитывают провести реконструкцию здания со строительством станции водоподготовки ультрафиолетового обеззораживания. А еще не забыли и рязанских педагогов. За классное руководство им заплатят 160 миллионов рублей. Максим Васильев, телекомпания «Город». О работе очистных сооружений наша телекомпания и говорила не раз, точнее о том, как некоторые предприятия халатно относятся к использованию оборудования. Сотрудники природоохранной прокуратуры вновь возбудили дело о сбросе источных вод с превышением ПДН в Михайловском районе, у реки Проня. Это вот бывший комбинат строим материалов. И снова о загрязнении рек. В этот раз досталась Проне. Конкретно той ее части, которая протекает в Михайлове. Там как раз и расположилось муниципальное казенное предприятие. На его территории очистные сооружения, которые, по словам природоохранных прокуроров, эту самую Проню и загрязняют. Установлено, что муниципальным предприятием эксплуатируется канализационная система, а также очистные сооружения, расположенные в городе Михайлове Рязанского района, с которых в реку Проне сбрасываются источные воды с превышением предельно допустимых нормативов, загрязняющих веществ. С целью устранения нарушений закона природоохранный прокурор обратился в суд. Требования природоохранного прокурора суд удовлетворил. Теперь, кроме прямых обязанностей, на предприятие возложено еще одно – обеспечить нормативную очистку сбрасываемых с очистных сооружений стоков в водный объект. На одном честном слове не остановились. Бывали в практике природоохранной прокуратуры случаи, когда нарушители становились злостными. Из-за одной и той же правонарушения их повторно привлекали к ответственности. Сейчас устранение нарушений закона находится на контроле межрайонной прокуратуры. Теперь местным остается надеяться, что после вмешательства река Проне станет чище. И в ее водах перестанут плавать стоки с превышением предельно допустимых нормативов, загрязняющих веществ. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. На этой неделе свой профессиональный праздник отметила кинологическая служба МВД России. Есть она, разумеется, и в Рязани. И прямо накануне праздника Центр кинологической службы получил отличный подарок. Здесь впервые ощенилась служебная собака. Четверок утят, как заметил Валерий Седов, чувствует себя прекрасно. Эти четыре мохнатых комочка еще совсем маленькие, но аппетит у них отменный. Рождение этих четверок щенят для Рязанского Центра кинологической службы стало событием. Причина вовсе не в их красоте. Просто собака ощенилась здесь, в ЦКС, впервые. Мать, вот она, ее выгуливают на дрессировочной площадке. Закупили из питомника специально для разведения. Кобель же, так сказать, с солидным полицейским стажем. Он занимается поиском взрывных устройств и боеприпасов. И мать, и отец – восточноевропейские овчарки. Щенки, соответственно, тоже. И хоть родились они всего месяц назад, их судьба уже определена. Вот эти вот четыре щеночки уже как бы на замену придут старым собакам. Либо дадим в районы, либо у себя ставим. В общем, кто будет нуждаться, мы их потренируем, вырастим, ну и уже передадим. А достойная смена подрастает на места уже, что называется, подогретые. Сейчас в Центре кинологической службы около 40 четвероногих сотрудников. В вольерах собаки и патрульно-постовой службы, и конвойной службы. Есть и местные – ЦКС. Они специализируются на поиске взрывчатых веществ, как, например, нынешний многодетный отец, так и на поиске наркотических средств. И следовой работе. По индивидуальному запаху, оставленному человеком, то есть это обычно, когда мы на место происшествия приезжаем на кражи, грабежи. Ну, собака берет след, идет по следу и уже пытается поймать злоумутника. Кого конкретно заменит подрастающее поколение – пока секрет. До выбора специальности им еще расти и расти. А потом, может, станут как Чама – бельгийская овчарка Малинуа. Лежите. Вот. Эй, молодец. Ко мне. Умница. Марина Курганова всегда хотела стать полицейским кинологом. Пришла на службу в феврале 21-го. Тогда же познакомилась с Чамой. Спустя месяцы тренировок собака вовсю освоила поиск наркотических и психотропных веществ. Ну, особенность состоит в том, что сначала надо собаку приучить к запаху. Их несколько. То есть наркотические средства, они же не одного только вида. И мы собаку сначала приучаем с лакомством, а потом уже постепенно вводим запахи. И собака постепенно приучается и находит, собственно, сами закладки. Нашей съемочной группе предложили поучаствовать в такой тренировке. В Центре кинологической службы есть здание, в котором каждая комната имитирует разного рода помещения. Есть и квартира, и своеобразный вокзал. В одной из них мы оставили закладку. Это саквояж для транспортировки имитаторов наркотических средств. Здесь несколько баночек, в каждой из которых свой наркотик. Нам разрешили спрятать в этой комнате одну из них, чтобы собака, чама ее отыскала. Давайте поместим ее в одну из этих ячеек и закроем. А для того, чтобы было не слишком очевидно, закроем и все остальные. Крышку с банки не снимаем. Полицейские кинологи сказали, что собака может обнаружить. Итак, Марина Курганова запускает в комнату чаму. Ищи. Где именно спрятан имитатор, ни чама, ни кинолог не знают. Иначе какой-то тогда эксперимент. Чама справилась за минуту. Села у нужной ячейки. Такая поза – условный знак для кинолога. Чама участвовала и в настоящих поисках наркотических средств. Справилась на отлично. И кто знает, может, именно для чамы уже подрастает смена. А может и конкуренты. В конце концов, в этом большом обустроенном питомнике Центра кинологической службы место найдется для всех. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. В разгар дачного сезона и периода отпусков особенно актуальным становится вопрос о выборе способы доставки пенсии и других социальных выплат. В ПФР по Рязанской области разъяснили, что нужно делать, если вы не сможете получить пенсию в назначенное время. Дачный сезон в самом разгаре. И большинство пенсионеров проводят его за городом. Часто в деревне. Самый популярный вопрос у пожилых людей – как можно получить свою пенсию, поскольку не всегда удобно ездить за ней в город. На этот случай, как говорят сегодня в Пенсионном фонде, есть своя инструкция. Всем уезжающим достаточно оставить заявление в Управлении Пенсионного фонда России по месту жительства или в кредитной организации, где открыт счет. Каждый пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку пенсии и выплат, и подать соответствующее заявление. Проще всего это сделать через личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда России, выбрав раздел «Пенсии», подать заявление о доставке пенсии. Лично заявку можно подать в клиентской службе Пенсионного фонда России по месту жительства или в МФЦ. В Рязанской области доставка пенсии и иных социальных выплат производится 21 организации кредитной. Также заявление с просьбой получать пенсию через кассу у вас примут на почте. Такой вариант возможен, если социальную выплату доставляют в отделение, а получатель не может дожидаться почтальона в назначенный день и час. Через почтовые организации в Рязанской области период доставки пенсии установлен с 3 по 23 число каждого месяца. Если пенсионер, получающий пенсию на дом, был в отъезде или отсутствовал по другой причине и не получил пенсию по установленному графику, то доставка может быть произведена в любой другой день до окончания выплатного периода. То есть это до 23 числа. Но если даже это не произошло, то гражданин получит свою пенсию в следующем месяце, и она будет выплачена в полном объеме. Если же пенсионер отсутствует долгое время, то он может оформить доверенность на получение своей пенсии родственника. В Рязанской области 120 тысяч пенсионеров получают пенсию на дому или в почтовых отделениях. А 243 тысячи пенсионера выбрали способ доставки через банки. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова